Югспорт Главной составляющей нынешнего Южного федерального центра спортивной подготовки существовали еще с середины 60-х, когда в Сочи появился центральный стадион. В Московской Олимпиаде на берегу моря вырос парусный центр. В 2006 году произошло объединение этих двух объектов в Южный федеральный центр спортивной подготовки. И сегодня этот центр считается самой высокотехнологичной спортивной базой в России. Многочисленные спортивные победы нашей страны по праву связывают и с именем Югспорта. Южный федеральный центр спортивной подготовки является единственным на юге России многопрофильным центром спортивной подготовки сборных команд страны по летним и зимним видам спорта. Комплекс позволяет осуществлять полный цикл подготовки спортсменов и проводить полноценные круглогодичные тренировки в уникальных климатических условиях Сочи. Главной задачей Югспорта является организация учебно-тренировочных сборов основного и молодежного состава сборных команд России, паралимпийских команд, а также проведение всероссийских и международных соревнований, чемпионатов и Кубков России, спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий. Ключевым легкоатлетическим объектом комплекса является большая спортивная арена. Здесь в любое время года тренируются сборные команды России. До прошлого года мы не имели такой базы. С приходом нашего министра Мутко Виталия Леонтьевича, который немножко столкнул с места вот этот камень, который грузом сидел на всей подготовке легкой атлетики, мы сегодня имеем такую прекрасную базу, как вот этот парус. Большая спортивная арена вместимостью 10200 зрителей отвечает всем международным стандартам спортивных сооружений. Спортивное ядро стадиона включает в себя натуральное травяное поле 105 на 68 метров, 8 беговых дорожек с покрытием спринт-премиум, сектора для метаний и прыжков. Тренироваться и проводить соревнования на стадионе можно в любое время суток благодаря мощному освещению. По соседству – малая спортивная арена. Футбольное поле размером 102 на 68 метров имеет искусственное покрытие пятого поколения. Вместимость трибун – 1600 мест. Я нахожусь под огромным впечатлением от того, что я здесь увидел. Отличные условия, отличная база. Это просто удивительно, что такая оснащенная база есть на юге России. Сочи может гордиться, что имеет такую оснащенную базу для развития футбола. Например, мне нравится такая спортивная атмосфера, где каждый спортсмен занимается своим спортом. И с помощью таких центров улучшаются не только физические данные спортсменов, но и их дух. А это тоже очень важная составляющая побед. В 2009 году на базе Югспорта открылся Центр тяжелой атлетики, позволяющий осуществлять полный цикл подготовки спортсменов силовых видов спорта. Центр оснащен спортивным оборудованием и инвентарем компаний «Элейка Олимпик» и «Кетлер». Здесь регулярно проводят сборы национальной сборной команды по тяжелой атлетике. Мы считаемся первооткрывателями этого зала. Мы очень горды, что действительно на юге страны у нас появился для тяжелой атлетики такой зал. Но я думаю, это только начало. Для того, чтобы что-то большое было, надо с чего-то начинать. Спортивная гордость Югспорта – знаменитый парусный центр, который был построен в Московской Олимпиаде. После развала СССР сочинский яхт-клуб оказался единственным местом для проведения сборов российских яхтсменов. Здесь выросло целое поколение, начиная от советских спортсменов и сейчас спортсменов России. Они здесь проводили и проводят большую часть своей жизни. Поэтому это родной дом. На базе Югспорта работает одна из самых современных в стране медиковосстановительных баз, которая обладает новейшими медицинскими технологиями. Мы приехали 11-го на сбор по 31-е. И вот за вот этот весь сбор восстановились полностью. Хотя приехали у кого-то там растяжение, у кого-то лимфостаз, у кого-то небольшая травма. 100% восстановление, потому что ребята все восстановились замечательно. Восстановиться полностью за столь короткий строк спортсменам помог целый комплекс процедур. От классических лечебных ванн, душ и массажей до уникальных восстановительных методик. К примеру, ударно-волновая терапия сегодня считается самым современным методом восстановления поврежденных мышц. В соляной пещере проводятся спелеопроцедуры для улучшения дыхательных функций. Есть в центре и настоящее чудо медицинской техники – криокамера. Спортсменов помещают в камеру, температура в которой минус 110 градусов. Кратковременное охлаждение наружных кожных покровов стимулирует, восстанавливает и оптимизирует обмен веществ. Отдельным направлением деятельности медицинского центра является научно-методическое обеспечение подготовки спортсменов. Научно-методический отдел центра спортивной подготовки обеспечивает реализацию следующих задач. Использование научно-обоснованных методов в подготовке спортсменов. Использование методов контроля за ходом проведения тренировочного процесса. И обеспечение максимальной эффективности и прогнозирование спортивных результатов. Улучшить физическую форму спортсменам помогают и два уникальных тренажерных зала, оборудованные тренажерами последнего поколения линии FreeMotion, которые позволяют внедрять инновационные технологии в учебно-тренировочный процесс. Один из залов адаптирован для спортсменов с ограниченными возможностями организма, а также для спортсменов, которые проходят курсы реабилитации и восстановления в посттравматический период. Зал оборудован специализированными кардиотренажерами, тренажерами VACU-STEP и всем необходимым для проведения занятий по ЛФК. Установлены в комплексе и новинки спортивной индустрии – тренажеры GR-Tonic и Haber. Медицинская база удивила даже Владимира Путина. Во время визита в Югспорт он лично опробовал один из тренажеров. Правильное сбалансированное питание – еще один важнейший фактор в подготовке и восстановлении спортсменов. Большой выбор салатов, 4 основных блюда с обязательным сочетанием мяса, рыбы, птицы, овощи. Диетологами медико-восстановительного центра с учетом всех пожеланий тренеров и врачей разработано специальное меню для спортсменов. При его формировании учитываются пожелания спортсменов и тренерского штаба. Комфортные условия для проживания спортсменом обеспечивает 4-звездочный гостиничный комплекс «Парус». Отель, как и вся территория спортивной базы Югспорт, абсолютно доступен для спортсменов с ограниченными возможностями организма. Кроме того, в «Парусе» есть все, что должно быть в высококлассном отеле. Комфортабельные номера, рестораны, два конференц-зала, спутниковое телевидение, Wi-Fi-интернет, оборудованный пляж. За короткий отрезок времени в Южном федеральном центре спортивной подготовки проделали огромную работу на благо развития спорта высших достижений в нашей стране. Многое еще впереди. В ближайших планах – глобальная реконструкция существующих объектов и строительство нескольких новых спортивных комплексов – спортивного центра для игровых видов спорта, центра единоборств, бассейна для водных видов спорта. А к 2014-му в двух километрах от этой базы появится новый многофункциональный тренировочный центр. В планах Министерства спорта, туризма и молодежной политики присоединить к Югспорту спортивную базу в Кисловодске. Это будет единый тренировочный процесс, связанный с различными высотами. Будет применяться единая методология научно-методического сопровождения учебно-тренировочных сборов. Сами спортивные сооружения будут также отвечать требованиям учебно-тренировочных планов проведения сборов и соревнований наших сборных команд. Я уверен, что и в Сочи 2014 наши спортсмены благодаря наличию и совершенствованию спортивных баз получат блестящую возможность показать замечательные результаты, те, которые ждет наша страна. У спорта высших достижений в России самые радужные перспективы. Благодаря таким спортивным базам, как Южный Федеральный Центр Спортивной Подготовки, российские команды имеют возможность проводить учебно-тренировочные сборы в круглогодичном режиме и в уникальных природных условиях. Чемпионами не рождаются, а становятся именно в таких центрах, как Югспорт.